Работа инженера Владимира Анянова предполагает постоянное взаимодействие с коллегами и клиентами. Признается, давно мечтал отдохнуть от чрезмерного общения и перейти на удаленку. Возможность предоставил коронавирус. И теперь Владимир уверен, вдали от людей тоже непросто. Удаленка, она тем хороша, что она показала, что есть плюсы в работе в офисе, что есть коллектив, что есть живое общение, что может всегда и обменяться оперативной информацией, можно и пошутить, и посмеяться, и поделиться чем-то. Это естественно, говорят психологи. Человек – существо социальное. Лишившись привычного общения, может испытать стресс вплоть до депрессии. Есть и другие дестабилизирующие факторы в удаленной работе. Человек испытывает раздражение, человек испытывает усталость, потому что он выбит из привычного графика, потому что он всю деятельность осуществляет с отягощением. То, что он не делал раньше в силу отсутствия на работе, ну, по домашним делам сейчас, находясь как бы формально на отдыхе, он вынужден выполнять и работу, и все то, чего ему раньше не приходилось делать. Плюс дополнительное. Многие люди сейчас столкнулись с тем, что находиться постоянно в общении с близким человеком, оказывается, это не только радость, но это может быть большой проблемой. Анастасия Резникова в прошлом журналист, теперь копирайтер, автор текстов для соцсетей. Мухи адаптации к домашнему режиму ей знакомы. Уверена, первое, с чем должен справиться каждый фрилансер – развить самодисциплину. И тогда решается вопрос прокрастинации, потому что ты просто четко знаешь, в какой период времени ты уложишься. И здесь у тебя всегда жесткие дедлайны. Все очень просто. Ты либо получаешь деньги, либо не получаешь деньги, расстраиваешь клиента. И в первую очередь важно было донести, наверное, всем своим близким и домашним в тот период, когда я работала из дома, что я сижу за компьютером не просто так. И я объясняла ребенку, что да, я вот в компьютере, видишь, я пишу тексты, видишь, я вот монтирую видео. А вот учитель английского языка Аляйсан Кузнецова рассказывает, что с дисциплиной и планированием уроков проблем не испытала. Но высиживать по пять уроков подряд перед компьютером оказалось физически трудно. Помогли советы коллег. Все практически выкладывают какие-то пятиминутки для шеи, для глаз. Одна учительница даже повесила себе на компьютер табличку «Говори потише», потому что кажется, что они тебя не слышат, и ты начинаешь говорить громче. У меня тоже такая была ситуация. То есть я понимала, что заканчивается второе занятие, а у меня уже голос садится. Чтобы не сгореть на удаленке, эксперты советуют продолжать соблюдение рабочего режима с привычным перерывом на обед. Следует отказаться от поздних отбоев. Здоровый сон – залог эмоциональной устойчивости. Важно донести до родных, что дома та же работа, поэтому отвлекать вас не стоит. На общение с домочадцами выделите по 10-15 минут в час. Заодно дадите немного отдохнуть организму. Продолжение следует...